Мы в этом пике уже увидеть не можем, из-за того, что Моноберна работает слишком хорошо. И Кингейминг решили взять Тинни. Вот. Еще один персонаж для замеса. Лейд тут страдает, мне кажется. Лейд тут страдает. Думаю, что если Геррокоптер тут и будет заходить, то, как обычно, с Рапирой. Ну, что ж, посмотрим, как этот Тинни будет раскрываться. Пока мы видим все-таки Висп будет на четверке, Элдер Титан, видимо, на пятерке. Тинни на мид, Геррокоптер на Изилинию и Тайтхантер на Хардлейн. Хардлейн, то есть здесь все получается более-менее прозрачно. А вот Тинни, ой-ой-ой, это не для Рейвана, случайно. Пик Тинни очень крутой. Нет, не для Рейвана. Пик Тинни очень крутой, да. В решающий момент решили взять и убрать Лейшерака с ключевой позиции, поскольку здесь, ну, здесь ему тяжко. Ты заходишь за место, там прокаст Тинни, прокаст Элдер Титана, прокаст Тайтхантера, Геррокоптер, все тут-то залетает, и он падает в одно мгновение. А у Тинни будет попрочнее, потому что он человек... Тинни собирает либо Блэкинг Бар, либо Пайп. Он, естественно, будет в замесе выдерживать какое-то количество времени. Магическую... Не важно. В общем, выдерживает магический напор, и Тимбер имеет зеленую броню. Вот что немаловажно, он один из лучших героев против Элдер Титана. Так что Тимбер крутой. Тимбер может выиграть игру в соло. Да, и это будет медовый Тимбер. Знаешь, у него мидлейн получится такой спокойненький, как минимум не требующий к себе внимания саппортом, как максимум это возможность по кулдауну убивать Синни, потому что я думаю, что там уровнем с третьим, четвертым тоже у него будет возможности максимум. Хотя посмотрим на его раскачку, потому что вот как раз-таки от Армела, по-моему, я видела специфические выходы, там чуть ли не до седьмого уровня не появлялся Тимбер Чейн, и это выглядело странно. Ну что ж, начинается у нас эта игра, и давайте смотреть на то, что здесь происходит. Лейнинг стадия еще, вот, слава тебе, господи, конфликт запустился. И что ж, как ты видишь, этот Тимбер, прошу прощения, этот Висп, это уже, по сути, герой, который требует достаточно много денег, достаточно много экспириенса для того, чтобы что-то показывать. Ну, он требует каких-то агрессивных решений по макро, то есть там перемещение через Релокейт и прочее, но вот как ты его здесь видишь, с кем ему летать? Ему нужен партнер, ему нужен Тинни, ему нужен мужчина, идущий вперед, ему нужен тот, кто обязательно имеет дизейблы, и из хороших мгновенных дизейблов здесь только Тинни с маленьким кулдауном. Вот нужен Тинни. Ну, Тинни и Висп это тоже старая как мир-связка, вроде как все ей играть бросили, кроме Ликвидов, и те, по-моему, подзабили в последнее время, но вот она возродилась вновь, и появляется этот Тинни, и получится ли здесь кого-то ловить Тинни-Виспом? Вот если получится, то кого? Лишака, наверное, только? Да, сладкая бука. Да, еще такая сладкая, которая может так сильно спамится, что тебе потом еще, мне кажется, мало не покажется, что ты на него полез. Так что мы посмотрим еще, как это будет выглядеть. Пока, ну, конечно, наверное, это было единственное нормальное решение в их ситуации взять Тинни по стене пиком, но с другой стороны, ну, наверное, все-таки здесь ориентация будет именно на массы замеса, на какие-то притяжки, чтобы Тинни там мог не отрываться от сплитпуша, от фарма, и оказываться в файте в нужный момент, что-то в этом роде. Ну что ж, МС, будут бороться за руну Сэм. До последнего здесь стоит, все-таки вкачал МПЛ. Последний момент, и есть уже подкопчик по гирокоптеру, сам ракетку словил, и все-таки, все-таки Сэм забирает эту руну. Что ж, лишняя рунака для Тинни-Си. Кингеймин сейчас будет забирать вторую сверху, пока что. Да, Кингеймин достается три руны, в итоге Тинни-Си забирает только одну, и та была с руки Сэма. Юну пока что преследует, он далековато зашел, если честно, кажется, в сторону перепутал. Ну, в итоге тут уже есть МПЛ, скорее всего, какой-то еще подстанчик будет. Да, крэш уже выходит, и там еще и молнии сверху от льжерака были замедляющие, поэтому ферстблат не заставил себя долго ждать. Ну, неплохо, здорово, замечательно. Ребята ворвались на сложную линию, у них все плюс-минус очень хорошо получилось, и, соответственно, нужно давить на слабость в виде виспа. Висп вначале не самый опасный персонаж, у виспа очень мало брони, и, соответственно, такие мощные персонажи, как Лишак и Слардер, с любым плюс-один способны напрягать. А тут интересные свапы пошли. Изначально Терабейт хотел на миде оказаться, видимо, рассчитывал на какое-то соседство в Визитине, но тут оказался Дарк. Вот все-таки Лучикин сюда перетягивается, оказывается, здесь такая вот медлиния. Все очень неспокойно, опять теряет время, теряет крипов, как это было в прошлый раз. Ну, хотя Дарку не страшно, у него самое главное, чтобы хоть какой-то экспириенс появлялся, а у него в любом случае появятся МС и Юна. В итоге стоят у нас внизу. Что ж, очень такая боевая линия получается на самом-то деле. Здесь я старался, здесь и стом будет, со стом, там тоже что-то страшное случилось в последнем патче, если что, я не помню, что именно. Там, по-моему, сократили время длительности стана, что-то в этом роде. Так что поднерфили, короче, этого парня у нас. И вот, что ты скажешь сейчас по ленингам? Ты посмотри, какой замес. У нас нет линии, у нас есть ТБ, ну, ТБ, 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 ТБ. Вот, посмотри, чем они занимаются. Ходят. Они просто бегают на руне, да. ТБ пытается понять, куда ему идти. Бегает еще и Тиммер, и Тиний. Неопределенность, да. Какая-то вопрос следует. И Тимбер самое главное вкачал реактив-фармар. Такой пассивненький получается. Но зато терпит. Как-то уже пять стаков есть, вроде как держится. Хила достаточно. Ну и словил здесь, конечно, всего, что только можно. И все-таки Сиралбейд в этом распутье принимает решение уйти наверх. Но тут действительно спокойно. Вообще до определенного момента один виз был. Но я думаю, что Тайтхантер скоро присоединится. Да, хотя побежал к ним. Ну что ж, вот как тебе по лейнингам? Какая сторона больше нравится? Ну вот Тайтхантер, молодец Тайтхантер, делает все правильно. Он видит ТБ, и он за ним бегает. Находишь ТБ, подходишь, машешь якорем. Урона мало, фармить трудно. Соответственно, Тайтхантер себя полностью реализует. Тимберу ничего не сделает. Тимберу очень трудно опустить. И в этом случае просто ставим против Тимбера Тини, который получает 6 уровень. И потом Тини, если будет испытывать проблемы, идет на любую линию и гангает. Вот у ребят за Рейдинг все намного симпатичнее смотрится. То есть тебе нравится Тайтхантер от Хингеймин, но при этом еще и у Тимберсоу тоже больше потенциала на миде? Ну, у него в любом случае будет потенциал, потому что это Тимбер, он против милищников смотрится очень хорошо. Но вот сверху, допустим, проблема. ТБ включает форму, он стоит хорошо. Форма закончится. И что они будут делать против Тайтхантера с Саппорт Сардером? Они не могут харасить, они получают много урона. У Тайтхантера будет слишком много мана из-за виспа. И, соответственно... Ой-ой-ой, опасно-то как. И, соответственно, ТБ не будет фармить на этой линии, как только форма закончится. Тут пацанчик хотел выдать. Как-то замахнулся, но передумал. Но тут уже формы у Рейвена нету, поэтому рассчитывать на что-то не приходится. При этом оцени закуп Тайтхантера. У него 3 манга. То есть он на этой линии... Да, Регениса. Ну, да, 2 манга. Одну мангу он сделал, вот, апнул стик. И, соответственно, у него будет очень много ХП Регена. То есть его вообще нет смысла пробивать. И на месте уважаемых ТНС я бы что-то придумал с линиями. Потому что ТБ здесь уже ничего не делает, а Сардар только забирает Экспиренс. Ну, а что ты придумаешь, учитывая то, что ты видел, как просто Дарк за ним бегает? Это действительно Тайт, который ищет линии с Рейвеном и понимает, что это его святая обязанность в этой игре? Ну, свапаться, как делали это в прошлой игре. С Рейзером, да, Троллем. Ну, то есть нужно свапаться, потому что в данном случае есть две линии, где еще плюс-минус может хоть как-то стоять ТБ. Но вот на этой линии он стоит, но какой ценой? Слардер вынужден терять большое количество ХП. Слардер ничего не остается по жизням. Слардер у нас убегает, и он все, как бы он исчерпал свои ресурсы. Он сам виноват. Пошел так далеко. Хотя, с другой стороны, что ему делать? Харасить? Он единственное, вот только так может. И ценой такого действительно огромного количества ХП. Идти вниз. Ему сверху не смысл ставить, он просто забирает Эксперенс. Ему нужно идти вниз и вместе с Лешираком и Никс Асайсином убивать либо Элдер Титана, либо Гирокоптера. Три стана. Вот, в три стана они способны. Да, пока мы видим, вроде как здесь много активных способностей, много всяких подстанчиков, но достаточно пассивной линии продвигается. Хотя Стомп есть, пытался поцелить. Хороший, хороший подстанчик получился. У МС большие проблемы, он должен погибать. Стики прожал напоследок, но хватит ли здесь дэмэджа? МПЛов нету, ничего нету, придется его бросить. Вот здесь нужен стартер. Вот на этой линии он необходим. Да, одного станчика и не хватило примерно. Хотя тут наверху какая-то здесь уже ваканалия начинается. И он уже выехал, смотри, он уже выехал, он уже подтягивается вниз, он уже находится на позиции, и вот здесь он будет намного полезнее, чем сверху. Так, МС. Подкопали, отлично. Дэмэдж по нему влетает, есть. Там еще Стомп на подсейф, но не успел, к сожалению. Скорее всего, сам здесь может отвалиться. Очень-очень далеко зашли ТНСи, сейчас они будут до последнего преследовать. Есть там пару тычек, по-моему, от Сэма пытался замахнуться чем-то непонятным. Это был Моноберн, и все-таки Моноберн этот выдает и Юну забирает. Минус два. Да, минус два. В общем, как бы они выбирают меньше из двух зол. То есть, конечно, с одной стороны, они были бы рады обеспечить ТБ хорошим фармом, но с другой стороны, это почти невозможно, и, соответственно, если мы не можем дать фарм ТБ, то давайте хотя бы помешаем фармить Гирокоптеру. Но знаешь, ты же знаешь, ТБ это герой, хороший в лете, и если этого героя минут на 10 оставить одного в лесочке, даже если у него все было очень плохо на лейнинг-стадии, он просто вернется там с Аскади, с Монтостайлом, и всем порвет лица. Но посмотрим, как это здесь будет выглядеть, потому что мы помним о том, что есть Тинни, мы помним о том, что есть Висп, и, соответственно, если он будет где-то прятаться, его, безусловно, будут искать. В результате, Кингейминг дали заднюю, их такой расклад не устраивает, при котором ТБ может уйти фармить лес, и Гирокоптер будет страдать на линии, и они решили поставить Гирокоптер против ТБ. Нужно сразу идти наверх, нужно сразу прогонять Гирокоптера, потому что пароваться в Тайтхантера не вариант, Тайтхантер слишком прочный. А Гирокоптер стоит на сложной линии, он пока стоит один, он легчайшая добыча. Ку-ку, минус половина хп у него уже, последняя тычка по нему также залетает. Но как-то здесь Дарка уже не пробить. Это не та цель, да, вот не хочется пароваться в Тайтхантера, забудьте, пожалуйста, про него, он слишком прочный, он слишком быстрый, и на фейсбуцах вы его не сможете отдавить. А на сложной линии, я опять же говорю, что по-прежнему стоит Гирокоптер, и у ТБ уже есть форма. Они его убивают за... ТБ решил даже, видимо, пофармить немного, отогнать как минимум Гирокоптера с этой формы, а есть ТПшечка уже с одной и с другой стороны, лишь Рак идет на помощь Рейвену, а сам Рейвен может подстрелять от Юны. А получится ли как-то подцепить? Хотелось бы под МПЛ хотя бы какой-то давать, прошу прощения, под МПЛ, какую-нибудь под гречку. Сбоку. А тут и один сбоку отходит, и другой, видишь. И самое главное, у одного стану долго касается и у другого. Это все-таки подстачек под МС, может попасть? Нет, не попало. Вот это уже запор, это инициация. Возможно, Юну получится как-то выцепить, замедляющие по нему и стрелы. Но демо же действительно хватает, чей рефлекшн оказался, вот это действительно уже было проблемой. Юну в итоге в минус ушел, Тимс также подтянулся, запоздала, но справились и без него. Ну слушай, вот о чем и говорилось. Молодцы. Пришли в сложную линию, сразу же прогнали гирокоптера, быстренько вырубили Элдер Титана и реализовали форму ТБ. Теперь самое главное уйти, потому что далековато зашел Решак, его находит Тинни-Тинни, его убьет, выкидывает Лешрака, Лешрак 100% погибает. Да, ну, один в один. Ладно, более-менее. Ну, Лешрак все-таки тут, как и Элдер Титан, они такие герои, которых сейчас разменивают вполне, можно себе позволить. Это саппорты, за них много денег не наваришь. Ну и учитывая то, что сейчас это саппорты, которые еще и уровня нормального не имеют, это действительно крохи и по опыту, и по золоту. Это так, баловство, это больше вопрос спейса, вопрос того, кто больше внимания тратит на убийство этих саппортов. И вот именно этот вопрос разрешается. Кому меньше достается из-за этого фарма? Вот сейчас Тимс был снизу, вот как только Тимс видит Тейдхантера, и если у него нет возможности его убить, можно сразу входить вообще, ему на этой линии делать нечего. Он может прийти в центр и забрать Тинни вместе с Тимбером, как вариант. Он может прийти в легкую линию и помочь в очередной разобрать Герокоптера. И в данном случае он пока ничего не делает, Тимбер справляется в соло. Кажется, Юна этому Тосу не был и рад, его лчикен похоронил, сам того не знаю. Но не ожидал, конечно, что столько урона будет, но это уже Тимбер седьмого уровня, уже Чакрам у него есть, и уже третий уровень реактив арбора. Он Тавра так-то не сильно боится. А тут еще файт продолжается, ку-ку. Получится ли его чем-то выцепить? Гаши нет, сейчас будет якорь, уже не дотянуться им. Ну и пытается как-то весь своими духами поднабивать, есть последний дух. Еще одна тычка должна быть, но тут уже Шрайн, тут уже нужно, наверное, давать заднюю. Хотя Дарк до последнего просто идет, у него только пятый уровень, нету рейвиджа, но все равно пережили они. Тот Шрайн в итоге там Виз просил и погибает, еще и Тейтхантер остался без ничего. Но он-то уйдет, у него 17 стиков, у него якорь есть. Там Тимбер, Тимбер рядышком, Тимбер идет, и Хантер резко меняет направление, подходит Тинни. Тинни был бы рад помочь, но слишком опасно помогать, когда находится рядышком Тимбер. Забирает лишь рака отличнейший тост вместе с выбросом полена. И круто, Тинни красавчик. Здесь Дарк до последнего наглел, до последнего жил. Это просто было очень-очень нагло с его стороны. Но эта наглость ему была опрощена, несмотря на то, что он против четырех героев, по сути, там находился. Забрать его так и не получилось. 17 стиков, третий якорь, и вот вам и все. А здесь, правда, еще на АМС начинается какой-то выход. Есть два станчика, получится ли попасть хоть одним. Целадар выходит со спринтом, но нет, не догоняет его явно, поэтому решил оставить свои мысли. Ну, в общем, Тинни все делает правильно, но они это делают очень медленно. Они очень медленно реагируют и понимают, куда им нужно идти. То есть они как-то вот любят Тайтхантера, то есть уделяют слишком много внимания. И вместо того, чтобы просто на него забить и сказать, да черт, что с тобой, стой и развлекайся, занимайся своими делами. Они любят его бить. Они любят его бить, и, соответственно, Тайтхантер пока выигрывает слишком много времени для своей команды, что, в общем-то, круто. Что очень круто. Но Герокоптер на сложной линии один. Он один стоит, не виспа. И он просел по фарму. Да, он один. То есть он стоит один на сложной линии, да просто приходи и убивай его по кулдауну. Это Герокоптер сложный против станов. И наконец-то они пришли в сложную линию. Наконец-то они его прогнали. И вот теперь Герокоптеру нужно идти на другую линию. Потому что против триплы, где еще и вдобавок ко всему имеется два стана, он не выстоит. Ой-ой-ой, как тут виспа-то больно задела, но не остается больше урона у них с Ассасина. Там Моноберна, я думаю, столько бы урона не нанес. Тем более первого уровня. И знаешь, терраблейт-то зато по фарму как выровняется. Вот он. Задупо станчик есть, отлично выходит. Куку тут уже нет уж райна. Ну что ж, чем тут можно помочь? Кулдаун, отличный разворот, еще и висп выходит. Очень много тут регена от него появляется. Ну что ж, пока что пытается жить, но весь в итоге погибает. Еще и МС очень большие проблемы. Но Тимса-то надо забрать, Тимса надо забрать. Рокет-бараш есть, выходит терраблейт. У терраблейта есть форма, он забирает с собой Герокоптеры. И можно попробовать Сьюну разобрать. Действительно, Юна параточек остается. Юна погибает, а получится еще какая-то поддержка для терраблейта. Ну и тут его вдвоем забирают. И Сандер тут уже не успел нажать. Слишком много контроля. Не пожалели на него ни реведж, там еще и... Ну нормально, нормально, нормально. ТНС довольны. ТНС изменялись 2 в 2. Выбили реведж у Тайдхантера. И они вот... А даже убили трех, прошу прощения. И они вот-вот наконец-то начали делать то, что и нужно делать. Они просто бегают за Герокоптером и мешают ему фармить. Пока они мешают фармить Герокоптеру, в миде стоит Тимбер. Тимбер чувствует себя прекрасно. Тимбер неплохо фармит против того же Тинь. Тинь пытается его сейчас забрать. Но пассивочка имеется. Худ тоже присутствует. И, соответственно, про Тимбер лучше всего забыть так же, как стоит забыть у Тайдхантера. Сейчас Виспа цеплять будут опять. Ищут, ищут, ждут, пока он выйдет. Олд Чикен не самая приоритетная цель. Сначала убить Виспа. Сэм рядом трется прямо на грани Вижены. Благо здесь деревьев уже не осталось. Все, Армелл распилил. Висп умный, да. Висп уже парочку расстрял. Стрелянный воробей. Парочку расстрял. Теперь аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Не получилось. Есть. Все-таки подкопчик добрались до него. Чакрамну тут, правда, еще и Никса подловили. Но есть от него тут уже Карапасы. Что ж, Висп спасся. Очень-очень лоу хп, но он живой. Это самое главное. Правда, с Армеллом очень рядом рискованно идет. Армелл не обращает на него пока что внимания. Но есть, наконец-то, Чакрам просто распилил его пополам. Это минус Висп. И здесь уже нужно быть аккуратнее. Аккуратнее Тинси. Очень-очень они тут далеко вперед идут. Но, по сути, их тут четверо. Они могут себе это позволить. Но цель разбегается слишком быстро. В итоге одним Виспом и ограничится. К Тимберу лучше вообще не ходить. Он по прочности напоминает мне Тайт Хантер. У него слишком много жизни. У него имеется хут, у него имеются стики. И он пока слишком опасен. То есть, если его забирать, то хотя бы через Реводж. Ну, хотя бы, чтобы он стоял на месте. Да, дальше он Юл Септер решил себя собирать. Монориген какой-то под сейф или агрессивный такой айтем. Со всех сторон здесь должен быть хорош. После этого, думаю, скорее всего, Пайпу будет тапать. И там делать какой-то пластон. Тут подкопчик есть. Отлично выходит по гирокоптеру. Будет ли по нему дополнительный дэмэдж? Да, Ревод помогает его добивать. В итоге есть еще и Сандер. Ну что ж, Дарк здесь тоже пострадал. Но у него якорь есть. Он еще и тоже под действием худа, который для себя собрал. И поэтому жить должен, обязан, по крайней мере, стать. Ну, в четверо могут. В четверо могут забрать Тайт Хантера. Тайт Хантер старается выжить и подходит Висп. Но, возможно, это ошибка. Потому что моментально стирает Виспа Тимбер вместе со своей командой. И молодец Тимбер. Вовремя перетянулся наверх. Отличная реализация данного персонажа. И у Кингемик проблемы. Их реально убивает Тимбер. При этом им очень трудно убить Тимбера. А Тимбер их месит. Тимбер находит... Ой, какая руна хорошая. Да, для него прям шикарно сейчас подфармит, поригенится, покатается. Лучше этого, наверное, только Аркейн руну для него сейчас. Но в любом случае, я думаю, он там будет в Акторин выходить, если у него деньги будут. Ну, а деньги должны быть. Они изначально с ним не могли ничего сделать. В этом была проблема. Как бы они линии не ставили, он все равно был бы в плюсе. Да. И вот теперь он с пассивочкой четвертого уровня, он в нагло заходит за вышечки, он стакает пассивочку, если что, прожимает худ, и, соответственно, Тиньси в легкую забирает вышки с Лешраком. Вот теперь Лешрак начинает себя хорошо реализовывать, если у него прокачены диаболики. Но об этом узнаем немножечко позже, после ганга Никса Сассина, которого, кстати, увидели на центре в Варде. И, на удивление, Герокоптер как-то не отреагировал сразу. Он сейчас его видит. Видит прекрасно. Он байтит его. Байтит. Да. Притворяется, что ничего нету, в случае чего рядом есть Висп, если что перетянутся так же в ультиммейты, скорее всего, там ТП-шечки есть. Так, так, Висп. Сейчас он не знает, где находится Никс, и он выходит на него, и сейчас учитель страдает, и Симон Абвер, но его просто распилил и убил опять армой. Как-то все это очень странно выглядело. Я думал, они забайтят, а они вообще не отреагировали. Но они знают, что Никс бегает рядом, и Висп заходит в лес один. Да. Ну, возможно, он рассчитывал на какой-то тизер, но я думаю, что там вполне логично было, что он тут же в МПЛ попадется. Ну, что ж, знаешь, получается так вот сейчас, то, что они сентимбером все-таки аутпикнули. Действительно, он был неожиданно. Они рассчитывали на кора или широка, и здесь вот такая ситуация сложилась. Дарк. Вот просто его мгновенно посадили на половину ХП, слишком много дэмэджа влетает от Армелла, всего раскаста, все-таки он в физике неустойчив, а здесь даже худо в дефенс не помогает. Что ж. Давай посмотрим на Лешрачка. Лешрачок у нас вот. Да, Лешрачок у нас вот. Вот ему сейчас нужно где-то найти уровень, вкачать диаболики, и с диаболиками они забирают вышки. Очень простая комбинация. Тиммер подходит, впитывает и принимает на себя весь удар, а сзади Лешрак убивает строение диаболиками. Но здесь, в данном случае, пока у него имеются только молнии, и в основном вышки убивает ТБ. Вот форма есть, забираем вышку, формы нет, забиваем на вышку. То есть здесь он раскачался, здесь больше под такую агрессию, атаку, то есть там молнии, станчик, такая вот типичная возможность для того, чтобы дать нормальный стан, и еще ультимейт, ну просто куда же без него. Диаболики подождут, пока они, вот видишь, больше отзонивают оппонента, ищут его по лесам. Вот эти вышки Т1, они не сильно им мешают, они там все равно падают потихонечку от крипов. А тут, правда, еще и забирают в итоге куку, не получилось с ним. Что ж, Висп и Олд Чикин пока что организовывают первый вылет, видимо, со своим релокейтом. Ну, правда, здесь, по-моему, релокейта и не было даже. Ну, в 5 на 5 им мало что светит, просто бегаем, гангаем, реализуем комбинацию Висп-Тинни. Ну, когда Висп появляется вместе с Тинни в одном пике, мне кажется, всегда к этому должно сводиться. Да, если мы не деремся 5 на 5, то мы хотя бы способны убивать вышки у Тинни. Достаточное количество ДПСа, и пока Диаболиков у Лишрака нет, Тинниси вряд ли их смогут перепушить. Для защиты хватает Титана и Элдер Титана. На передовой выходит танк, которого очень тяжело забрать, а если что, Элдер Титан его подсейвит с танчиком. Ну, вот этот танк, я видела, как чуть было половину ХП не потерял, с одного только Чакарама, проехавшегося по нему, поэтому... Да, но он все еще танк, он все еще танк. Пока что все равно жирнее там всяких гирокоптеров, и лучше его все-таки потерять, чем кого-то деруло. И он не боится, он выходит на передовую и готов принимать бой. Да, 10 уровень у него есть, первый талант на Муспит себе так же взял, плюс у него еще Фейзы есть, поэтому он очень-очень быстрый парень. Висп теряет время, ему нужно либо вниз к Тинни, либо наверх к гирокоптеру. Он сейчас находит в центре, тусит с Тейтхантером, но очевидно, что снизу помощь нужна, потому что Тинни один, Тинни можно и подсейвить ультимейтом Виспа, можно его увести. Ну и с Виспом в любом случае Тинни смотрится лучше, чем без Виспа. Да, действительно, но Виспа пытается хоть куда-то притягиваться, сейчас, наверное, он к лучшему даже, что не остался к Тинни, потому что их спокойно бы и двоих забрали, Тинни бы и Висп. Ну, хотя, может, релокейтом каким-то помог, но здесь он не стал что-то принимать. Да, здесь уже все. Здесь они немного посыпались в этом отношении, а тут еще и попался Тейтхантер, извините, пожалуйста, есть у него в случае чего реведж, может, развернулся его нападать. Отлично, сейчас реведж можно выдать, да, есть кулдаун, по двоим шикарным, все залетело, еще и трещина туда была, это минус 2 мгновенно, еще можно с ревеном разобраться. Ракетка по нему залетает, есть рефлекшн от него, но это как-то не сильно помогает, есть также от него и Сандер, но он с МС пытался разобраться, правда, это все равно в итоге не очень-то сильно помогло. Хотя, в любом случае, это минус 2, размен хоть какой-то случился, еще и погибает сейчас гирокоптер, но это гиро, который остался без класса его. Ну, вообще неплохо, как бы реведж реализовали, убили парочку героев, но вот по-прежнему не решена проблема Тимбера, потому что Тимбер слишком хорош, Тимбер убивает героев, и его нужно убивать либо сразу, что пока сделать очень трудно, либо нужно вообще его не бить, но если его не бить, то он убивает тебя. Ну, по сути, мы сейчас видели всю мощь прокаста Кингеймин, и Тимбер как-то это не ощутил, и это с учетом того, что у него еще нету, по сути, серьезных артефактов. Да, есть там Юл Септер, который, по сути, ему, ну, выживаемость дает, но это так, конечно, еще посмотреть, как он этот артефакт использует, но при этом Бластолун у него еще только впереди. 15-й уровень, оверлевел, оверфарм, первое место с большим отрывом от собственного кэрри, и это плюс 100 к демаджу с руки на себе взял. Да, это пуш вышек, вот очень приятный талант, на самом деле, потому что, ну, с одной стороны, зачем Тимбер урон, как бы зачем, если он кидает свой ультимейт и не может бить, но с другой стороны, если никого нет, то он очень хорошо сбирается этим талантом вышки. Тут его распилили пополам, просто пытается как-то висп отсевить, пока что еще какое-то время живет, но все равно не сильно помогает, кулдаун залетает по-троим, но демаджа как-то, если честно, не хватает еще МС, и также немного пострадал под Армел, Армел тоже сейчас теряет КП. Есть и Ул Септер, сэрит себя, ну и гирокоптер все это время на чаграме горел, в итоге его распилили пополам, и Юна, Юна пострадал, есть тальчик, отлично, по-двоему, это должно быть минус 2, висп также погибает, и Юна след за ним. Ну, просто легчайшая для Тимбера, да, я бы на их месте убегал, как только бы увидел Тимбера, но они решили, что убегать не стоит, и решили подраться. Ну вот, как бы, вообще без шансов, просто врывается герой в четверых, вытанковывает весь урон, и углом доджит, допустим, ракетку гирокоптера, и проказ гирокоптера, приземляется и добивает. Здесь вообще нет шансов, просто даже не знаю, вот без реведжа вообще можно даже не пытаться кого-то убить, а реведжа не было, реведж был на кулдауне. Нужен реведж, нужен сильвер-эйдж, наверное, какой-то, потому что броня это просто что-то нечто. Проказ Талдор Титана в пятерых, желательно, чтобы Тинни еще засыпал в пятерых, и только в этом случае появляются хоть какие-то шансы у Кингейминг. Судовый еще пангольера, чтобы он его вырезал. Чтобы он шариком катался и всех станел. Да, шариком станел, вырезал у него всю броню, и убивать было бы его в разы легче, потому что хп-то у него мало, но брони у него под реактив-фармером, конечно, бесконечное количество, ничем не пробивается, а проказ, к сожалению, у гирокоптера не такой сильный еще, ну, а там, и не всегда и сприттер появляется, только один раз мы его за эту игру пока что не делали. Ну, у него еще и реген слишком высокий, если ты его не убиваешь быстро, то он регенится, он стоит, у него там пассивочка стакается, вот сейчас у него 45 хп регена в секунду, и это еще не максимальная пассивка, может быть, больше. И минус армор, еще медалька сверху сладара появляется, поверх его коррозив хейза, это действительно должно быть мощно, это какой-то буст для рейвена, рейвен теперь может себе позволить особо не париться о своем демаже, покупать что-то на выживаемость. Ну, по сути, он уже взял драгонлендс, это статы какие-то начальные, может попробовать подраться с ними, смог выход, сейчас спину выйдут команде. Кин, вот висп, висп уже, кажется, пострял, висп увидел, хороший вард, да, отличный вард, бегает лось, так, лося простили. Почему он лось? Ну, он как олень, ну, как. Ну, да ладно, здесь нападает, при этом еще есть, реводж, отлично, разобрались с ним, просто зафокусили его, хотя, хотя он сейчас еще и регенится будет, но нет, не помогло это. Вот, реводж, реводж есть, хорошо, за весь проказ мы его убиваем, реводж нет, у них проказ еще есть, у них есть еще также колдаун, у них есть рсплитер, поэтому они могли продолжить нападение, тем более что, да, это шанс пока нету. Вот сейчас было круто, то есть сразу кинуть в тимбер все свои сплы, пока у него не остакана пассивочка и убить, это было очень круто, но так, скорее всего, не получится делать все время, потому что в данном случае тимбер ошибся, и ему лучше, как бы, входить в драку не первым, а подождать, пока ворвется Никс, подождать, пока ворвется Славдар, и уже потом. Куда? Ребята, куда? Тимбера нет? Ладно, прогнали. Они прожали форму, вот, куда? Вы прожали форму, у вас формы нет, все, форма закончится, и без формы мы будем бить поклуше, минут так, минуту как минимум. Здесь тимбер пострадал от того, что он пошел все-таки вслепую на этот выход, и вот как победитель интернешнл, скажи мне, пожалуйста, в чем заключается, почему все профессионалы так любят идти именно вслепую на смок? Ну, некоторые считают, что они Супермена, и, возможно, после пары прошлых замесов он действительно поверил в то, что он Супермен, но, как бы, нет, он еще далеко не Супермен. Ну, пока, да, здесь оказалось, что он вполне смертен, спустили его с небес на землю, даже 800 золота заработают. Ну, если он купит БКБ, он будет Суперменом, потому что под Блэкинг Баром его будет очень трудно забрать, но вот до Блэкинг Бара он все еще уязвим, его все еще можно убить. Так, минус Тини. Да, размазали его прямо-таки, тут еще, да. Нашли, нашли Тайдхантер и Никс Ассасин. Был бы рад помощи, но помощи нет вообще, и, похоже, Никс Ассасина продают. Да, его продают, потому что здесь тем временем занимается Рошаном, но, правда, короче, дикпейс как-то не впечатляет, маловато, мне кажется, урона, здесь есть колдаун. Также Армел вышел, наконец-то, с базы, теперь будет пытаться кого-то разломать. Так, и здесь урон влетает по Куку, Куку пока что пытается существовать в своем ультимете, как-то урон по Дарку не влетает, если честно, да и вообще, мне кажется, здесь плохо себя чувствует. Пытается подстанчиком, нет, отлично, сейчас просто была Дарка, сам себя поцелил, в итоге минус Куку, это 2 в 2 получился размен, по итогу того еще начало с Тини. Это просто провал, это Никс пошел в атаку, ТБ забирает Рошана, два героя стоят и не могут понять, куда же им идти, либо забирает Рошана, либо помочь Никс Ассасину, и просто... Ну, если честно, мне кажется, там с Рошаном без Тимбера мало шансов было, там слишком-слишком его... И форма закончилась. Да, без формы, там просто жалкие какие-то куски от него отрывал этот Тираблейд, поэтому я думаю, что они бы его... Одного там Никса точно бы не хватило, да и двух Никсов бы не хватило, слишком много времени бы потребовалось для отвоевания, а тут тем более Вижн везде. Слушай, это камочи, это на самом деле неплохо, как бы, возможно, будет интересная игра, потому что до этого момента ТНС просто избивали Кингейминг, а теперь какие-то признаки жизни подает Кингейминг. Да, но это опять же все из-за того, что Тимбер подумал, что он Супермен, но сейчас у него будет появляться Бластстоун, то есть, возможно, заданается будет, и после этого я думаю, что все-таки в какую-то БКБшечку, или хотя бы там в АП Худо он пойдет. Да, но уже, немножечко другая ситуация, уже Гирокоптер успел купить Блэкинг Бар, и, соответственно, он Тимбера не боится, он уже способен в замесе выдавать урон. При этом Тинни, вот мы видели, как Тинни покупал, я так понимаю, Shadow Blade, чтобы в будущем можно было купить себе Сильвер Эдж, вот Тинни-Тинни-Тинни-Та. Самое главное, Виспу где-нибудь на расстоянии держаться, хотя вот Виспа в этой игре, если честно, не видно, как Куку, в общем-то. А он не хочет с Тинни бегать, я вот по-прежнему не понимаю, почему они с Тинни не бегают по другим мнениям, то есть вот Тинни находится сейчас в центре, а Висп вот здесь вот что-то делает один. Да, самостоятельный мальчик пока что. Ну что ж, я тут, как его забыла, Тян Мин его зовут, так подождите-ка, тут еще и Слордар погибает. Еще такой герой, что он и вышки не забирает, и никого не убивает, он просто стоит на месте, хотя он был бы полезен в центре, хотя бы бафал бы Гирокоптера или Тинни. Ну что ж, у него 10 уровень есть, потому что здесь я демо же, самые полезные таланты начинаются у него с 15-го и с 20-го уровня, там где будет выравнивание атак спида под эту цель, которая он тизельца, и также эффект Аганима на каждого, на кого он тизерится, а вот Аганим, допустим, эффект Аганима на Гирокоптера, это очень и очень полезно, это действительно та вещь, которую стоило бы использовать. Там еще эффект Аганима можно повесить, насколько я помню, на Элдер Титана, еще можно там с Тайдхантером, да, там привязаться, он долгался, отвязаться от него, пойти уже там к Гирокоптеру, допустим, то есть это будет очень хорошее решение, и в такой ситуации самое главное Эксписы, и скорее всего, я предполагаю, что он вот так вот поодиночке загуливал по линиям, чисто чтобы набрать какой-то экспириенс, потому что... Да, но если он будет бегать с кем-то, то Гирокоптер убивает крипов, и он тоже получает экспириенс. Но он жадно, он один хотел, видимо. Опа-опа. Но все равно, вроде как, этот пятнадцатый уровень, как правило, Виспы получает в минуте к тридцатой, и двадцать пятый у него десятый уровень, то есть, если честно, в большом плюсе он не остался. Слабенько, слабенько. Ну что ж, мы видим, Дарк там отпушил линию, тем временем здесь должен файт разворачивать, Сол Чикен в инвизии. Отлично, вижу, сейчас есть команда Сил Света, они все видят, коллдаун есть по двоим, Куку просто рассыпается, должны его добивать, пока больше МС, сейчас был неплохой такой сандр, и Ревен просто слоу граунду начинает добивать, должен, по крайней мере, МС забрать, но, правда, это уже размен два в два получается. Ревенч напоследок, уже зацепили Ревена, также получится ли Ревена забрать, просто Армела откидывается отсюда, но вот как-то некому бежать за этим делом. У Чикина подкидывает, есть уже Ревенч, это еще и минус тераблейд, минус три, размен на двоих, но, правда, еще Ревена, возможно, Армела откидывается. Остается Тимбер, очень битый Тинни, и Тинни нужно обязательно занять позиционничку, ни в коем случае нельзя подставляться под прокаст, только в последний момент лучше подходить, остается Тимбер, и Тимбера будет трудно забрать, потому что пассивочка-то у него уже стакается, он успевает отойти, Висп выкупается, и Тимбер живет. Ну, Тайтхантер, конечно, пытается его забрать, но, к сожалению, Тимбер слишком быстрый, и круто, что я могу сказать, очень круто, ворвались Тинни, отлично подрались, развели Тайтхантера на Реведж, развели Виспа на Байбэк, вот, и при этом Тимбер успел видеть, хорошо. Ну да, Тимбер тут еще и экспириенция, очень много огреб, и в итоге 20 уровень на 26-й минуте взял, а тут есть наулчий кинопык, у него пламя на хп, сейчас его просто распилили пополам, и это действительно минус, да, это ошибка. И вот теперь ждем ТБ, появляется ТБ, прожимаем форму, забираем Рошана. Форма кулдаун 84 секунд, Аутхантера, ну, побольше. Ну, столько же примерно. Нет, на 3 секунды. 3 секунды, чтобы забрать Рошану, не будет, да, согласитесь. Плохо, слушай, очень плохо. Ну что ж, в любом случае, пока видишь в агрессии сильный ТНС, они очень хорошо работают через Тимбера, в последнем файте он питал себя все, что только можно, и остался жив, то есть все-таки пока еще задатки Супермена в нем остаются, он осакал еще Бласттоун и дополнительный реген, и после этого Тапок себе поставил Фазбай, и, наверное, все-таки вторую ногу свою обуть решил, думаю, что все-таки должен быть выход какой-то в БКБ. Это необходимо. Или просто жизни. Вау, Лешрак неплохо. Бласттоун. Ну, как-то... На саппорт, Лешраке смотрится весьма неплохо. Он догоняет Герокоптера, он обгоняет Сладдера, обгоняет уфлейнового Никса Сайсина. Все же уже дело будет не в зарядах, а исключительно в том пуле ХП и Мана, который дает этот предмет, все-таки именно монопул, это самая большая проблема Ку-Ку. Ну, хотя здесь он попадается все время в такой вот ситуации, оказывается, что по нему и Коулдаун, и Эволон, что-то всегда вот именно по Ку-Ку первым делом она падает. Попробовали как-то спровоцировать Кингейминг на драку, подошли на Рошана, повесили коррозию в Хейст, немножечко побил его Тимбер, но очевидно, что без ТБ Рошан быстро не упадет, и, соответственно, драки не будет. Ракетка? До формы. Отогнала отсюда террора. Ну что ж, теперь не какую-то позицию обеспечил, очень уверенно себя на своей половине карты Кингейминг чувствует, очень хороший Вижн сохраняет на своей половине, как ты видишь, они вот все обвардили, все в центрях, просто анти-Никсовые варды везде, они видят его, каждый, наверное, сантиметр этой карты. Ну и сам Никс, что он показывает пока что? Второй уровень Вендетты, минимум выходов, то есть он осознает ущербность своего положения, вот это огромное количество вардов против него, и таких вот выходов, каких бы на его месте делал, я думаю, сотни. У него айсайс какой-нибудь, то есть вот исключительно работу на информацию для команды, он не делает совершенно, он исключительно такой по станчику в команде. И в драке монобернеть нечего, игрокоптеру БКБ, не вариант, Тинни тоже скоро купит БКБ, да и он силовик, тоже монобернно работает слабо, ну, Тайтхантер бегает, он тоже силовик, и в результате, ну, просто станчик закинуть, вот, и на этом пока его функции заканчиваются. Да, там, кстати, появляются сабли еще у Тинни, что ж, еще больший шанс для хорошей атаки, хотя там вот, мне кажется, самое главное сейчас под контролем, Тераблейда, потому что последний раз он Сандером себе время жизни вдвое увеличил, это действительно был очень хороший мув с его стороны, тем более, что он еще и гирокоптера подставил этим. Так что я думаю, что какой-то фокус нужно на него перетаскивать с Тимберсов, потому что именно Тимбера в последнее время они по максимуму контролят, а забрать его не получается, и ты прав в том, что количество БКБшек должно позволять им возможность давать, избегать, просто избегать этого Тимбера и бить вместо него другие цели. Ну, смотри, сейчас они просто избегают драки, они аккуратненько сидят под вывечкой, они ждут, когда Тинни дофармит БКБшеку, и, соответственно, поаккуратнее. Ой, как тут попался, да, тут уже монобернно неплохо получается, Арман вышел, он его уже допилил. А с другой стороны, тем не менее, пацанчик есть уже по юне, Дарк также рядом, если что, у него есть его реветч, сейчас может просто подождать его выдать, может, дьот байтит немного на себя, также есть якорь на всякий случай. Да, вот они все правильно делали до этого момента, потому что Тинни без БКБ вот так вот заходит драку, и вот так вот рассыпается за пару секунд, а это керри. Да, они не ожидают. Не дело, когда керри падает за пару секунд. А не байтили на куку, но этот байт он повелся, очень-очень такой очевидный. И что ж, Тайтхантр 19 уровня, у него скоро будет уже следующий талантик на, скорее всего, вот как-то, я думаю, что, наверное, на Гашармор, здесь это будет пополезнее. Да. И что ж, дальше делают Жуэс Гвард, укрепление для себя, это какое-то замедление, возможно, зацепить, а тут опять Сэм гуляет. Ох, сейчас он цель выберет. Сентри. Сентри, Сентри попадется. Его нашли. Сейчас смоки, там еще были прямо на нем, но вот как-то странно было. Ну что ж, тут МПЛ ни по кому не попал, Сэм. Есть уже, подошел сюда Армел, это просто минус весьма мгновенно, также МС очень много хп потерял, Юна страдает, успевает выдать стоп, отлично стоп, вышел, куку должен забирать хотя бы куку, но он заденайлся просто со своим бластовым, погибает в итоге МС. Провальный файт, получается, от Хинггеми, сейчас еще и Дарка заберут, конечно, тут уже не до каких-либо якорей, ну и что ж, это минус, очень провальный файт. Ну, просто отряд самоубийц, Тинни мертвый, вас четверо, и они идут в атаку. Видят Никса Ассайсина, вместо того, чтобы быстренько его забрать, нажимают зачем-то на смок, мне кажется, это был просто мисклик. Но очевидно, что когда Никс прямо перед тобой находится на центре Варди, нет смысла нажимать на смоки. Такое ощущение, что просто у них в центре не просвечивает Никса, вот действительно, а второй раз они его видят и не просвечивают, ну, ничего не реагируют. И не реагируют. Не реагируют никак на него Дарк, у него нет уже ревейджа, им нечем отспаиваться с хайграунда, у Чикину слишком опасно подходить, и они просто будут терять здесь Тауэр, скорее всего, сторону. Что тут сказать? Ну, ошибаются, ошибаются Кинггеми, они, естественно, являются далеко не фаворитами этого турнира, и, соответственно, эти ошибки закономерны, потому что они далеко не самые сильные команды, и в данном случае Тинниси просто берут классом. Они так получше немножечко исполняют, повереннее. Они тоже в своем регионе, конечно, скатились, к квалификациям дается все труднее и труднее, и Дак, это чуть ли не единственный турнир, который вот им достался по их квали. Ну, кстати, по идее, они вот по нынешний момент, они все еще топ-1 своего региона. Нет, топ-2. Первый топ-1 фнатик. Ну, Минески все-таки, я думаю. Топ-1 фнатик. Фнатик, а что-то так Минески отринул, они все-таки, они, какое время были на кураже, они все квалификации проходили? Они проходили квалификации, но эти квалификации были давно, сейчас они ужасные. Сейчас пришел Юниверс, который божит, конечно, и уже немного ситуация изменилась. Сейчас есть, допустим, у нас студия аналитики, которая бомбит Сминески во время каждого их матча. Я лично фанатка СССА, поэтому ничего не скажу. Так, Олд Чикен, минус половина ХП, на короче ХС на нем висит, и ничего возле ним не поделать. Просто нужен какой-то подстатчик, и там был еще набернут, и в итоге минус, минус просто. Тинни и Дарка тут тоже, конечно, нечего делать. Нет, как бы, да, здесь уже очень хорошо играет Тинниси, они отлично ловят кингейминг, они не позволяют им выходить с базы, они грамотно забирают ТВРА, и просто потерялись. Они рассчитывают тайминги, они понимают, что могут себе позволить пойти, пока нету этого самого важного спала у них. Хоть там и есть Эрш Плиттер, который, кстати, я до сих пор, мне кажется, мы его один раз увидели. Один раз, кстати, они убили с ним в один момент Тиммера, но вот это было только один раз за всю игру. Да. А Тиммер сколько раз умер? А, ну вот он один раз от него и умер. Вот, в общем-то, все. Да, смотри, балдстонов-то уже 24, просто бешеный реген, он может себе позволять, конечно, бесконечно много разлетываться, учитывая то, что еще и Юл Септер сверху. Ну что ж, теперь, я думаю, это можно заламинировать тогда у Шокторинкором, чтобы откатывалось быстрее, или агонимом. Сочный, сочный Тиммер. Больше, меньше кулдаун Слода, меньше кулдауна Ула и меньше кулдауна Шивы. Виляшка такой. Ну что, 16 уровень при этом унице Ассина. Ой-ой-ой, тут был Сентри Варта, еще и другой, но все равно подставился. Здесь Фиск запоздал, его сделал. Ну что ж, и уже сюда такой Тимс. Простили. Не прощай. Ушел. Все-таки ушел. Ну вот другой герой погиб тут? Или нет? Нет, это уже давно было. Слушай, как хорошо. Нет, там еще одного героя напали, он тоже выжил. Ну как бы неплохо-неплохо, здорово-замечательно, но ТБ одевается, ТБ имеется Блэкинг Бар, и теперь он не боится Гирокоптера. Гирокоптер сейчас имеет артефакты, но их мало. Он физическим уроном не пробивает. И, похоже, пришло время собирать рапиру. Да у него ни физического урона, ни физического наличия какого-либо ХП, потому что он очень-очень сильно страдает. Прости, что перебила, не понимаю, зачем он манту взял. То есть я, конечно, все понимаю, но как-то манту против такого количества АУЕ вообще не заходит. Замедление с Латнина Сторма снимать, возможно. Вот такое, то есть, да. Я просто думаю, это же действительно какой-то смысл. Все равно там, ну, Коррозив Кэс тебе не сильно поможет, конечно. Все равно на него, если нападут, его не отпустят с Коррозив Кэсом и без него. Рапира, все-таки это рапира будет. Ну, если честно, при его ХП это рискованное решение. Но, с другой стороны, ну что ему тут еще сверху собирать? Так, БКБшка-то Паут. Красавчик. Ой, как сейчас, наглупо. Красавчик. А Никс еще так специально не спалился. Если бы он ударил его, ну, Герокоптер думает, я красавчик. Я нажал БКБ. Да, так его сейчас швали бы, потому что БКБ потерял. Там, причем, еще приличное у него время было. 7 секунд, что ли, или 8? Титан, беги. 8. Титан, Титан, подстрял, Титан, его задели Шивы. Ну, это, конечно же, смерть. Ну, и Виспад тоже можно засыпать, чтобы, конечно, его... Выживать уже некуда. Слушай, они хорошо играют, реально. Ну, топ-1, топ-2. Минески и близко не показывают такой уровень игры. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Я бью по-больному. Да, не, пока ты не трогаешь Айсайса, в принципе, все равно. Вот, так что я думаю. Нет, Айсайса, он вообще красавчик. Если что, Минески, он тот, кто... Ну, единственный его грех, он катается на бочке Брюмастера. Это единственный грех Айсайса. Это не лучшего героя, я скажу, Дарк. Тут опять тоже, скорее всего, не добежит до базы таким темпом, и хотя Фурстав его спасает. Но лучше переключиться, пока есть форма, пока туда сёт. Вышка стоит, да, там фонтан ещё рано убивать. Ну, можно, конечно, попробовать, но я думаю, что им легче три стороны забрать, и там уже пускай крепытатиками занимаются, они потом уже пойдут дальше. Кстати, застала доту, когда убивали фонтан? Конечно. Видела, как его убивали? Да. Вот. Кто это был? Нет, если честно, так я не помню. Это были LGD. Это были LGD за SMJ, которые взяли снайпера, взяли снайпера, по-моему, рапиру, и просто убивали фонтан с расстояния, замораживая его кубиком Crystal Maiden. А, да, что-то такое помню. Ну что ж, Дарк. Есть ревач, отличный ревач получился по Пизире Ма. Что дальше-то, а что дальше? Есть кулдаун, залетает в БКБ от Ревана, у него еще есть Аегис, поэтому все равно совершенно распиливают уже здесь Юно. Юно должен забирать, распиливать, успирает выдавать, но как-то он там, мне кажется, ну, конечно, вроде как попал, но, с другой стороны, уже ничего команда сделать не может. В итоге это минус Юно, также Армел, здесь минус половина хп, но его никак не пробить, слишком много регена, 29 бластов, но что с этим делать, вообще непонятно. Так, так, уже еще и Виз. Ну, Виз попытается как-то вывозить, еще не умер, это уже хорошо. Сэм, Сэм погибает, это уже неплохой минус, покупается дешера, которого также погиб заранее, и вот, кажется, здесь уже куку с этого байбека и будет погибать опять. Ну, пока выигрывает время, ТБ аккуратненько бьет базу, у него нет формы на абсолютно бесполезном замесе, но, с другой стороны, он может бить бараки, пока его команда спейсит. Команда спейсит неплохо. Тимбер отрегинился, Тимбер готов ворваться в периодовую, учитывая, что блокинг-бары уже закончились, и Тимбер... С агонимчиком раскидил. Не чувствует, да, Тимбер их просто не чувствует. Это КГ, да, все, уже пишет КГ команда. Кингейминг, что ж, это победа, Best of 1 серия достается в этот раз команде ТНС, что ж, поздравляем их с этим, но Кингейминг, по-моему, у них 1-1 в общем зачете было, кого-то они победили, с ликвидами не справились. А, это не ликвидов, по-моему, победили. Там были сильные противники, они хорошо сыграли, я только не помню против кого, но они хорошо сыграли. А вот ТНС, ну, ТНС просто круто пикует. ФП лишь рак, который неожиданно становится саппортом пятой позиции, и резко в пике появляется Тимбер. Тимбер убивал всех. Тимбер не боится Элдор Титана, Тимбер не боится Тайтхантера, и вот того урона, который он режет, он просто бегает и убивает всех чистым уроном. Вот такие пироги. Ну что ж, следующее Best of 1 противостояние, я думаю, тоже начнется совсем скоро. Здесь мы посмотрели очень красочную игру. На самом деле, вот действительно радует сегодняшняя серия. Прям две игры прям хорошо зашли. Самое главное, то, что самый сок еще будет впереди. LGD Newbie, если мне не изменяет память, следующая у нас игра будет, это... Битва за топ-1 Китая. Да, это действительно битва за честь. За честь...